Ну да, да. Офигенное дерево. Необычное, я до этого никогда по джунглям не лазил. По таким. Ох его. Главное со змеей не перепутать лианы. А то схватишься за нее, да? Мало не покажется. Дорогие друзья, всем привет. Я сейчас нахожусь в необычном месте. Это Баньян. Ой, это Манга 3 называется. Нахожусь в гостях у Бабы. Вот, собственно говоря, он. Его имя Улаш. Чилин, да, это называется? Привет. Мне 71 год. А давно вы живете в лесу? С 2002 по 2018 год я жил под деревом Баньян. Чем вы занимались до того, как решили жить под деревом? До этого я занимался чакра-массажем. С 19 лет я активно практикую и занимаюсь йогой. Моя мама родилась недалеко от этого места в деревне Карга. А на что вы сейчас живете? Зарабатываете как-то деньги, либо вам приносят туристы? Правительство платит мне небольшую пенсию в размере 2000 рупий. Конечно же мне не хватает этих денег, но я принимаю донишин от гостей. А чем вы питаетесь? Что кушаете? Я ем только вегетарианскую еду, рис, фрукты и то, что гости приносят мне и ставят к моему алтарю. А была ли у вас когда-нибудь семья, дети? Да, у меня есть жена и две дочери. Моя жена дома, а дочери вышли замуж и уехали жить к своим мужьям. А знают ли ваши дочери и жена, что вы здесь находитесь, что вы здесь живете? Да, конечно они знают, где я живу, весь интернет об этом знает. А расскажите про свое детство, где вы учились, закончили ли вы школу? Я учился 10 лет в Карга, в школе с глубоким изучением английского. А хотели бы вы изменить свою жизнь и жить в нормальных условиях, в нормальной квартире? Нет, я не променяю это место, так как оно сидит глубоко в моем сердце. А вы работали когда-нибудь на работе? Я делал массаж и он приносил мне 500 рупий за полчаса. Какие здесь животные дикие обитают? Я видел. Да, я видел. Вайлпикс. 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 И леопард? Леопард. Да. Тут водятся большие свиньи. Выше на плато живет леопард, питоны, примерно полтора метра длиной. Также здесь есть лангуры, это обезьяны. Намасту тебе, om на массивая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень необычно в его возрасте, 71 год получается. Он удивительно гибкий человек. Вот в таком, собственно говоря, небольшом уголке собирается народ. Всегда рады гостям. Любой гость может прийти и посидеть, пообщаться с местными жителями, которые живут здесь. Но Бабу встретить здесь сложно. И сегодня тот самый день был, когда я его увидел. Он приходит сюда три раза в месяц получается. Удивительно. Посмотрите, какой гибкий человек. Обалдеть просто. Обалдеть. А вы можете в своем возрасте так? Я вам скажу, что нет. Мне 31 и это для меня непостижимо. Человеку 71 год. Так что приходите, ребята, в гости. И берите с собой что-нибудь покушать. Что-нибудь вкусное. Обалдеть. Вы посмотрите просто. Вы здесь не живете больше, получается, с 18-го года? Вы где живете сейчас, в данный момент? Живу я сейчас в своем доме в деревне Каргаа. Как часто вас здесь можно встретить? Я прихожу сюда через каждые 10 дней. Прихожу по утрам. А если бы дерево не упало, дерево Бониан-3, вы бы до сих пор жили под ним? Я не могу здесь сейчас находиться, так как у меня есть проблемы с правительством. Дело заключается в том, что это место стало очень популярным и сюда стало приходить много сумасшедших людей, и с ними постоянно происходили разные неприятные ситуации. Три человека забрались на дерево и разбились насмерть. Другой турист был пьяный и накуренный, а он болел астмой, и не смог дышать. Сюда приходило до 300 человек в день. Вы представляете, Бобе сейчас 71 год, он самостоятельно приезжает сюда на байке в это место один раз в 10 дней. Сам приезжает сюда на мотоцикле, приходит и наслаждается здесь со своими друзьями. А сам сейчас, в данный момент, живет в деревне, недалеко от Рамболи. В чем сила человека? Сила Павла. Это, получается, место Баньян-3, где жил Боба с 2002 до 2018 года. Почему он отсюда ушел? В день стало приходить по 300 человек примерно. Все хотели с ним пообщаться, сфоткаться. Залезали на это дерево, с его слов. Происходили всякие неприятные ситуации. На него было заведено какое-то дело в полиции. Ему пришлось покинуть это место. Сейчас он живет в деревне, недалеко от Рамболи. Это все на самом деле необычно очень. Я не знаю просто, как это все... Как люди вообще мыслят. Я бы не смог так. Все-таки есть какая-то цель в жизни здесь. Ну что, ребят, это Дмитрий. Дмитрий живет в лесу. Сколько ты времени уже живешь? Я неделю, до этого 4 месяца жил на праже. Там жил 4 месяца. Ну, в джунгли захожу, когда на работу. Расскажи свою историю. Как ты... Поехали в Индию без денег с девушкой. Были деньги только на билет. В общем, у меня был билет на самолет. Я провожал в Москву, из Крыма. У меня была виза, и не было билета. И удалось купить билет. Когда искали самые дешевые билеты в Индию, я попал прямо на тот же самолет. Но все-таки были первые вместе. Я занимался в России много лет. Работал на улице клоуном. Я крутил шарики, такие кухни, жюбачки. Я закручивал. А тебе сейчас вообще все устраивает в жизни в данный момент? Ну, я бы хотел нормальных отношений. Я бы хотел детей. Хотел бы, наверное, в квартире жить, да? Или в комнате, да? Нормально. Да я не знаю, чем я хочу заняться. Присвеченники и пройти в вайер-шоу. Все выбегал. А сколько тебе лет получается? 46. А, закипела, Лариса. Закипела. Что там, Лариса, у тебя? Ну, ладно, чай. А, просто чай. Так. Чего он говорит, чай? Вот такие условия, ребята. Существование Дмитрия. А это что у тебя? Краски получаются? То есть ты рисуешь? Это у Веры. А, это у Веры. Которая как раз придет сегодня, да? А, это получается, как правильно называется? Шиволинга. То есть здесь молитвы, да? Проходят или как это получается? Ну, вот эти зажигаются свечи постоянно. Ну, и можно обратиться к этому моменту, подойти. Ну, так же, как к Богу, да? Да, у нас обращаются в Россию крестьяне, да? Вот можно оставить донейшн на храм. А мы здесь, но и с тем, что поддерживаем храм. То есть он получается, как баньян вот этот был, да, существо, а он до сих пор вот горит, его поддерживают все время, да? Ну, вот недавно. Ну, вот недавно наш, может быть, человек, Шивоис, но имя у него Шиво, так он себя называют. Вот он здесь наш друг, наш с Эрой, вот друзья. Мы, когда приехали, с ним познакомились, учила девушка Шахты. И вот там, где они снимали жилье, молния, останавливались там, внутри измены. Потом еще через сколько-то месяцев я встретил академику, пожалуйста. И тут мы узнаем, что вот они здесь, они приглашают. И несколько дней, ну, то есть неделю где-то Шиво здесь было, у них есть вот, а я принимал этот пейс, скажем, чтобы люди могли прийти, посидеть, чай попить там, потому что, может быть, например, посадку. И, может быть, обратиться к Шиволиндаму. Первый раз, на самом деле, я, ребята, хожу по лесу, по джунглям. И интересно встречать очень людей, которые в той или иной ситуации оказались здесь, живут в лесу. И рассказывают свою историю каждого человека, своя необычная история. И, блин, ты тут даже боишься представить, что ты ночуешь на пляже где-то в гамаке, а люди живут среди змей, дикобразов. Кто тут? Леопарды же еще, да, они сказали, ползают? Нет, это он видел, лисички. А, лисички. Лиши и бедики. И это все очень необычно. Мы привыкли к комфорту, но не к такой жизни. А, лисички. А, лисички. А, лисички. А, лисички.